Зовут меня Базылбек Тайтаков Базылбек Тюмаков Зайдорович. Работаю где-то с 2002 года. Начал чисто по ювелирке заниматься. Как начал? Где-то месяца два ребята учили, был учеником. Потом выбрали старшего цеха, чтобы за цехом, за ребятами присмотреть. И с тех пор работаем, делаем, сперва начали делать европейские модели. И потом уже поняли с европейцами, с турками, конкуренты у нас там вообще ни в какие ворота. И решили, чтобы найти свою нишу и начали делать серебро национального колорита. Потому что это у нас есть, это мы знаем, там узоры. И начали разрабатывать нашу свою линию. И потому что у кыргызов они изначально носили ювелирные украшения. Наши бабушки там. У церкви было свои ювелирные изделия. И в старину они как бы у бабушек там были свои. Как бы по стилю они отличались. У там девушек, например, девушка незамужняя носила там какие-то определенные сережки. Человек мог посмотреть и он мог различать, что эта девушка замужняя, незамужняя. Там специально это все у нас были. Так, еще что? Носили что? Браслеты, серьги, кольца. Там с разными камнями. Там были кораллы, жемчуги, бирюза. А по образованию вы? По образованию я сам архитектор. Окончил КГУ-стар. Что вас вдохновляет при создании таких эксклюзивных украшений? Так, ну вы знаете, смотрим книжки, интернет сейчас есть. Бывает, например, раз идешь, думаешь и раз вдохновение, да. Когда вот под рукой есть карандаш, бумага, можно там набросать, потом прийти здесь, сюда и там доработать. Иногда бывает, там сидишь час, за час можно там такую нарисовать, иногда бывает даже за месяц ничего не нарисуешь, ничего не вдохновляет. По-разному, по настроению. Ну, лучше, когда вот нелетная погода, не знаю, вот нелетная погода мне нравится вдохновение больше. Потому что там, не знаю, жары не люблю, прохладу люблю, тишину, романтичную мелодию. А какие у вас планы на будущее? Планы на будущее? Создать такие шедевральные произведения, как Фабберже, например, да, Мечтать о Невредных. Ну, работаем над этим. Думаем, что будет.